Уже вернувшись из Юго-Восточной Азии, президент Узбекистана провел совещание по вопросам улучшения энергоснабжения и ознакомился с презентацией планов по гидроэнергетической отрасли. В последние годы в данном направлении реализовано 27 проектов на полмиллиарда долларов и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микрогэз мощностью 197 мегаватт. Также начнутся работы по реализации 8 перспективных проектов и строительству 50 микрогэз мощностью 438 мегаватт. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья. Благодаря развитию получения альтернативных киловатт-часов можно не только сохранить экологический баланс и сэкономить миллиарды кубометров газа и сотни тысяч тонн угля и мазута. Каждый мини-объект – это новые рабочие места, возможность локализовать и производить энергетическое оборудование на отечественных предприятиях. Цепочку выгод и сопряженных отраслей можно продолжить. Какими темпами, с учетом современных реалий, будет развиваться комплекс возобновляемой энергетики? Наш корреспондент Бигзот Масалиев попытается найти ответы на эти вопросы. Во всем мире зеленая энергетика – приоритет. Достаточно эффективно используют возобновляемые источники энергии, особенно микрогэз, например, Швеция, Германия, Австралия, Индия, Великобритания, Турция, Бельгия, Венгрия, Эстония, Грузия. Кстати, и Узбекистан входит в их число. Стоит отметить, что сегодня в нашей стране представителям частного сектора, то есть предпринимателям, предоставляется ряд льгот на строительство микрогэз. Дело в том, что бизнес может производить электроэнергию, строя микрогэз мощностью до 5 мегаватт. Земельные участки под их строительство сдаются предпринимателям в аренду на безвозмездной основе на срок не менее 20 лет. А электроэнергия, произведенная в этот период, покупается гарантированно. В силу своих преимуществ гидроэнергетика является наиболее экологически целесообразным и экономически приемлемым методом решения вопросов энергетической безопасности государства на долгосрочную перспективу. Именно поэтому данной сфере уделяется особое внимание. И 19 января руководитель страны провел совещание по вопросам улучшения энергоснабжения и ознакомился с презентацией планов касательно гидроэнергетической сферы. Согласно данным, в последние годы в гидроэнергетике было реализовано 27 проектов стоимостью 500 миллионов долларов и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощности. Суммарная мощность станции в системе Узбек Гидроэнерго превысила 2000 мегаватт. Это означает ежегодную экономию 2 миллиардов кубометров природного газа. В прошлом году был подписан соответствующий указ главы государства о дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий развития возобновляемых источников энергии малой мощности, на основании которого юридические лица, основной деятельностью которых является производство устройств малых гидроэлектростанций, теперь будут уплачивать 50% установленных ставок налога на прибыль юридических лиц и налога на имущество сроком на 3 года. Положительный опыт по строительству пяти микрогаз уже имеется в Самарканской области на территории Хашрафгез. Дано указание построить еще микрогаз. Вот на нашем примере, исходя из нашего примера, это задача по плечу. В чем отличие микрогаз относительно дешевле строить? Самое главное, если есть инфраструктура, куда можно подключить эти микрогаз, то это тоже определенный вклад в экономику. Не нужно каких-то дополнительных сооружений, гидросооружений строить, потому что это можно вписать в тот рельеф, который, в общем-то, есть. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микрогаз мощностью 197 мегаватт. Также начнутся работы по реализации восьми перспективных проектов и строительству 50 микрогаз мощностью 438 мегаватт, что будет способствовать улучшению энергоснабжения населения. В ходе совещания глава государства указал на высокий потенциал гидроэнергетики и дал указание по значительному увеличению ее мощности. С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микрогаз. По расчетам, будущие микрогаз могут вырабатывать 675 миллионов киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 миллионов кубометров газа в год. В основном особое внимание было уделено строительству не только крупных и средних гидроэлектростанций, но и микрогаз. Поставлена задача привлекать местных и иностранных инвесторов для реализации данных проектов. Такая практика в нашей стране раньше не применялась, и впервые отныне физические и юридические лица могут строить микрогазы. Основная цель направлена на использование имеющегося потенциала в гидроэнергетической сфере, а также бесперебойное обеспечение населения электроэнергии. Три микрогаз общей мощностью более 1 мегаватт планируется возвести в Казыргском районе Сур-Хандаринской области. В результате бесперебойной электроэнергии будут обеспечены около 450 домохозяйств. Аналогичная работа ведется и на территории Ахандаранской ГЭС, акционерного общества «Узбек Гидроэнергия». Президентом Республики Узбекистана была поставлена задача строить микрогазы. В данный момент на Ахандаранской ГЭСе у нас осуществляется проект микрогаза. Сейчас все проектные документации уже на готове. В этом году намечается сдача и эксплуатацию данных микрогаз. Будет вырабатываться 2,5 мегаватт в час. В результате запуска данного проекта мы сможем обеспечить электроэнергию Ахандаранской ГЭСа, но и помимо бесперебойной подавать данный ресурс тысяч домохозяйств города Ангрена. Еще один пример. В селе Янгихайот Бувайдинского района Ферганской области ведется строительство микрогаз. После реализации проекта улучшится электроснабжение и постоянные источники дохода обретут 20 местных жителей. На основании поручения президента в целях устранения недостатков подачи электроэнергии на сегодняшний день мы реализовываем проект по строительству микрогаз. При строительстве пользуемся китайскими и турецкими технологиями. Наша газ способна производить 500 киловатт в час. В результате запуска нашего проекта бесперебойной электроэнергией будут обеспечены 200 домохозяйств, а также фермерские хозяйства. В последующем намерены реализовывать такие перспективные проекты и в других районах. Также отдельное внимание уделяется вопросам цифровизации, управления водохранилищем и повышения квалификации кадров. Также руководитель страны поставил задачу по внедрению информационных технологий, построить на свободных участках вокруг гидроэлектростанций гибридные, то есть основанные на ветровых и солнечных источниках электростанции. Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство таких станций будут невысокими. Очень выгодно, допустим, солнечные станции размещать вблизи энергообъектов, с тем, чтобы не тянуть линии за много километров. Это уменьшит и потери, это улучшит и обслуживание, потому что коллектив тех энергопредприятий, куда это будет подключено, уже обладает определенным опытом и считается, что персонал уже готов к обслуживанию этого оборудования. Если все запланированные микрогаз будут введены в эксплуатацию в этом году, увеличится суточная выработка, перебои с электричеством будут устранены. К концу текущего года общая мощность станций в системе Узбек Гидроэнерго ожидается на уровне свыше 2200 мегаватт.